Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаева Черкесия» в студии Майя Хамдохова. В Карачаево Черкесии сегодня второй день выборов. Сегодня также в 8 часов открылись все избирательные участки, а их всего 251. Из них 249 постоянно действующие. Еще два в поселке Романтик и в республиканской больнице Временные. Как отмечают в избиркоме, накануне голосование прошло без нарушений. Напомню, в течение трех дней жители Карачаева Черкесии будут выбирать депутатов Народного собрания, а также депутатов Думы и Советов 9 муниципальных районов республики. 141 день рождения отметил город-курорт Тиберда. Яркая концертная программа, спортивные состязания и угощения местной национальной кухни сделали праздник действительно запоминанным. Ахмад Халкечев продолжит. Местом притяжения в этот праздничный день стала и без того немалолюдная береговая зона легендарного озера Каракель. На ярко оформленной сцене мощной порцией позитивного настроения гостей торжества заряжали выступления артистов и эстрадных исполнителей. Приятной новостью для жителей города именинника поделился мэр Карачевского городского округа Марат Урусов. Он подчеркнул, что в свой день рождения Тиберда отмечает не только достижение прошлого, но и то, что ждет ее впереди. Наша общая цель – просветание и благополучие нашей малой родины и великой страны в целом, подытожил городоначальник. Отдельно хочу поздравить с тем, что город Тиберда отныне стал городом федерального значения. Такое решение принято правительством Российской Федерации и уже документ подписан председателем правительства Российской Федерации. Теперь наша Тиберда наравне с 55 курортами страны входит в список курортов федерального значения. У каждого своя Тиберда, своя история любви к ней. Для кого-то это курорт, романтика горного туризма, а для научно-педагогического сообщества региона Тиберда – это история про огонь просвещения, которую зажгли здесь великие умы прошедших столетий, сказал ректор Качегулу Таусултан Узденов. Для научно-педагогического сообщества, которое я здесь представляю, Тиберда – это история про свет, история про огонь просвещения, который зажгли здесь больше ста лет назад. Ислам Пашаевич Крымшамхалов – первый просветитель, художник, поэт Карачая. Исмаил Акбаев – автор первого учебника на Северо-Западном Кавказе и первый книгопечатник Карачаева Черкесии. Это история про замечательный род просветителей Халиловых. Жители Тиберды уверенно смотрят в будущее. Никто не сомневается, что вместе они строят лучший город на земле. Очень красиво, все очень нравится. Сейчас будем ходить, все обходить, смотреть. Все самое лучшее здесь. Горы, красота. Радостно, что мы здесь живем. Безо всякого приюлечения Тиберда является жемчужиной и эталоном природной красоты для всей нашей огромной страны. Любой, кто хоть раз в жизни посетил это сказочное место, навечно влюбляется в него. Много-много мест посетили в этом году. Мы здесь впервые. Раньше подозревали, что есть в России такие уголки? Честно говоря, только слышала. Но друзья очень посоветовали. И мы приехали сюда и не пожалели. И мы вернемся сюда не один раз точно. Мы приехали за вашим очень вкусным айраном. И нам сказали, что он будет только здесь сегодня. Драдушие местных жителей, оно делает этот край еще более чудесным. Я была в музеях, мне понравились украшения, оружие. Впечатляет просто сама древность. То есть это было несколько веков до нашей эры. В честь праздника Дня города администрации были организованы всевозможные увлекательнейшие культурные и спортивные мероприятия. Ну а традиционные угощения карачайской кухни, хачины с айраном, особо понравились нашим гостям. Они спросили. То есть не успеваешь их печь. Просто на вкусе. Очень вкусная блюда. А с чем это связано? Не могу сказать. Как вам? Айран, как вам хачины? Очень вкусно. Приехали первый раз сюда, очень довольные. Красавица полностью. Сегодня поднимались в горы высоко, в Донбай. Очень понравилось. Первый раз здесь отдыхаем, безумно понравилось. Теперь будем сюда только приезжать. Да, очень понравилось. Вообще гостеприимность вообще. Вся наша семья, все очень довольны. Сам курортный город хоть и был заложен в 1868 году, название Тиберда по одной из версий с карачаевского переводится как «Божий дар». А называли местные эту заповедную долину издревле так не только из-за завораживающей красоты природу, но и за целебный воздух. Ахмат Лапхичев, Ренат Муков, Вестикарчаево-Черкесия, Тиберда. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Ахмат Лапхичев, Ренат Муков, Вестикарчаево-Черкесия, Тиберда. В Черкесске прошло совещание с представителями общественных организаций Республики, Министерством образования и науки по вопросам подготовки государственного учебника по учебному курсу «История нашего края» Карачаева-Черкесской Республики для 5-7 классов. На собрании обсудили вопросы по подготовке учебного материала и об основных целях, задачах данного образовательного курса. Подробнее Алихан Лепшоков. В соответствии с несенным в действующее законодательство в сфере образования изменениями в школьный курс для 5-7 классов добавили часы по региональной истории. В связи с этим в республике готовится к изданию государственный учебник по учебному курсу «История нашего края» Карачаева-Черкесская Республика с 5 по 7 классы. Открывая совещание, заместитель председателя правительства региона Джанибек Суинов подчеркнул, что активно ведется работа, и сегодня с ней ознакомятся и представители общественных организаций. Мы тоже активно включились в этот процесс. Была создана по поручению главы Карачаева-Черкесской Республики специальная рабочая группа, создана, в которую были приглашены наши ученые, ведущие наши педагоги, которые специализируются по направлениям. Министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко рассказала о целях и задачах создания учебника, такие как осмысление школьникам исторического опыта своего региона и страны, формирование и развитие самосознания подрастающего поколения. Наш регион входит в число 32 российских субъектов, в которых появится учебный курс по региональной истории с новым государственным учебником. Конечно, подготовка данного учебника. В основе всего этого лежит задача по воспитанию гармонично развитой социально-ответственной личности. Цели изучения этого курса – это формирование и развитие личности школьника. Также Министерством просвещения Российской Федерации был определен ряд основных требований к подготовке учебника по региональной истории. Для подготовки учебника был создан авторский коллектив, куда вошли научные сотрудники, преподаватели КЧГУ и научно-исследовательского института учителей истории образовательных учреждений. Руководитель данного коллектива – доктор исторических наук профессор Рустам Бегеулов. Он ознакомился с содержанием научного труда представителей общественных организаций. Нам было сказано, чтобы история Карачаево-Черкесской республики была максимально синхронизирована с историей России. То есть, в общем-то, в том числе, по тому плану, что если те или иные события затрагивают и Карачаево-Черкесию, и Россию, то они были максимально приближены. Ну, например, тоже не только по современности, что гораздо проще, но и по более древним периодам. По завершению совещания всем представителям общественных организаций передали подготовленный материал учебника для ознакомления с содержанием. Алихан Лепшок, Афринат Муков, Вести Карачаева-Черкесия. Здесь предлагают посетителям развитую инфраструктуру, гостиницы, кафе с блюдами, национальные кухни и массу увлекательных развлечений. Один из популярных маршрутов в Карачаево-Черкесии – туристический комплекс «Медовые водопады». О том, как здесь можно провести время туристу, расскажет Алла Качиева. Незабываемый отдых в горах. Здесь можно почувствовать магию ущелья реки Аликоновки и силу медовых водопадов. Горный воздух, прозрачная вода, аромат трав, мощь скалистого хребта манят туристов со всей страны и даже зарубежья. И причем число желающих попасть сюда растет в геометрической прогрессии. Этому способствует помощь и поддержка руководства Карачаева-Черкесии. Да и сам руководитель туристического комплекса «Медовые водопады» Муссаботашев воплощает креативные идеи, чтобы приехавшим отдыхать было комфортно, интересно и полезно. Три года назад до курорта провели современную дорогу. Здесь открыт этнографический музей, сувенирный магазин, работает ферма «Альпак». Процентов на 30-40 туристов стало больше. Во-первых, ну, неоткуда без добра, видимо. После этих санкций все санатории на Кавминводах, они стопроцентно сейчас заполняемые, а санатория порядка 140 и примерно столько же гостиниц. Ну, не считая частного сектора, куда идет размещение. А потом Карачаево-Черкесии. На Кавминводах миллион 200 проживающих, ну, соседние регионы. Ну, и вот день сейчас проходит порядка двух тысяч человек в день. И все они, как правило, проходят через музей. Он открыт. И думаю, что туризм очень сильно развивается. Здесь можно покататься на лошадях карачаевской породы. Насладиться природой сверху и получить дозу адреналина можно на самом длинном зиплане в России. Туристы признаются, что этот удивительный уголок природы Кавказа расположен среди величественных гор и зеленых лесов. Шум воды здесь становится музыкой, а старинные предания оживают перед глазами. Я бабушка вот этих четырех внуков, и это моя дочечка. Приехали мы из Пятигорска. Мы сюда уже не первый раз приезжаем. Бесподобная республика. Такие люди здесь гостеприимные, добрые. Кому не подойдешь, всегда все объяснят, все расскажут. В общем, мы очень любим сюда приезжать. Мы очень часто сюда приезжаем. И каждый раз удивляемся новым постройкам, новым посадкам, чистоте. Ощущать свободу и скорость, исследуя природу и окружающую среду, туристы могут катаясь на квадроциклах. На этом виде транспорта можно попасть в те места, где обычные автомобили не могут проехать. Есть экстрим-парк «Медовые водопады». Это отличное место для проверки своих способностей в экстремальных видах спорта. Пешие прогулки по окрестностям, где можно пройти через леса, каньоны и равнины, также предусмотрены. Игорь Борисенко прилетел из Москвы. Ну, на самом деле, сюда пришли из Кисловодска, пешком по тропе. Место шикарнейшая погода, и люди вообще просто великолепные. И я бы, на самом деле, всем рекомендовал... Вот у меня сегодня юбилей, у меня сегодня 55 лет, день рождения. И я бы всем рекомендовал встречать свои юбилеи в горах, с палками, с прекрасным воздухом, прекрасной водой, прекрасными хичинами. Ну, и как же без Айрана. Вообще, всех благ этому месту и тем людям, которые сюда приходят. Спасибо огромное. А в знойную жару, какой было это лето, десятки туристов наслаждаются под самими водопадами. Пробуют блюда на ценами кухни. Употребляют они и духовную пищу, посещая карачаевское подворье. Желаем процветания. Конечно, культура очень интересная. Все это сбыт, вот этот очаг, вот это собрано столько интересных вещей старинных. Это все завораживает на самом деле. И огромная благодарность всем, кто это создал, потому что там вот это подворье, да, допустим. Сейчас вот я давным-давно была на медовых водопадах, и не было вот такого прекрасного, ну, как оборудования, да, не было. А сейчас просто потрясающе. Конечно, процветание. Конечно, всего самого доброго и огромная благодарность вам, всем, кто это организовал, и кто за этим, за всем, как сказать, ухаживает и следит. Многое сделано, но еще и многое предстоит делиться планами муссаботажа. Хочется сделать так, чтобы на медовые водопады хотелось возвращаться вновь и вновь. Алка Чива, Левастанов, Вести Карачева, Черкесия, Малокарачаевский район. Субботний выпуск Вести подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Приятных выходных, отличного отдыха и незабываемых впечатлений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!